Итого, сегодня на попросе новой, я Анастасия Федорович, и сегодня это Камиказе Дир, российский блогер. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Давайте начнем с мобилизации в России, которая с одной стороны вроде идет, с другой стороны сегодня западные СМИ пишут про то, что все же некоторые генералы, военные руководства требуют от Путина новой мобилизации. И здесь также появляется сообщение Американского Института изучения войны, которые говорят, что мобилизация в России остается маловероятной в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Пишут они следующее, что источники, близкие к российскому правительству, утверждали, что Кремль рассматривал идею мобилизации сразу после вторжения Украины в Курскую область. Ну, что российский кабинет министров и связанные с Кремлем бизнесмены выступали против этого. Путин не воспользовался вторжением как возможностью подготовить российские общества к мобилизации сразу же, да, в такой краткосрочной перспективе. Ну и вместо этого решил сформировать новые нерегулярные формирования и расширить усилия по вербовке российских добровольцев. Как думаете, есть ли правда, что Путин сегодня не решается? А в чем проблема? Чего сегодня еще может бояться Путин? Неужели своего общества, реакции народа? Он уже так диктатор, какой год на троне. В чем проблема? Да, давайте я по частям отвечу. Во-первых, увеличение численности армии, которое заявил Путин, не более чем пшик. В реальности он не может набить себе армию таким количеством людей. Это главное, что надо понимать сейчас из оценок западных экспертов, которые говорят, что мобилизация в России маловероятна. По поводу мобилизации, это стратегический план Путина. Для внутреннего рынка она уже давно вовсю идет, эта мобилизация. Вовсю говорят по всем федеральным каналам, из каждого угла, что если не служил, сейчас не защищаешь, значит, не мужик. Постоянно вот это толдычится женам, матерям, сестрам сообщается, если он не служил, отправьте его, воздействуйте на него. Это все для внутреннего рынка. Это фактическая мобилизация. А есть и внешнее проявление, чтобы типа сохранить лицо перед западными странами, Путин не объявляет юридически тотальную мобилизацию. Каким-то образом меняет ли это количество пушечного мяса, которое отправляется, я думаю, нет. Путин для защиты Курской области собрал кучу срочников с регионов, кинул их туда, сейчас их берут в котел успешно. И так же будет и дальше. И не важно, как Путин проведет эту мобилизацию, скажет, а ну-ка все рявкнет кулаком по столу, или будет вот как сейчас тихонько, очень медленно обманывать всякими невероятными суммами за контракты и уповать на то, что нищие люди побегут. А нищие люди побегут. Не надо думать, что вот те условия экономические, которые созданы в России, они исключают возможность воспринимать эту контрактную мобилизацию как тотальную мобилизацию. У людей нет вариантов больше ничего заработать. Опять же, я их нисколько не оправдываю. Это все террористы, которые знают, куда едут. И, конечно же, невозможность никакая у русских быстро и эффективно оттренировать всех тех, кого она наберет в свои части. Наоборот, на полигонах сейчас все чаще, обратите внимание, взрывают русских солдат. Уже за последнее время два или три ролика я видел. Постоянно скопление этих солдат в каких-то зданиях подрывают. Понимаете, паника в стане врага, она всегда дает возможность сориентироваться и поймать этого врага. А уж русские, когда они начинают суетиться в военном деле, они тут же начинают огромные колонны техники, большие скопления людей в одном здании ветхом. Прекрасно. Пусть и дальше лихорадочно закидывают, знаете, как в России принято лихорадочно запихивать какую-нибудь синюю изоленту, наклеивать, что-то лихорадочно чинить. Но против высококвалифицированных ВСУ их союзников, разумеется, не получится так себя вести. Может быть, с какими-нибудь дикарями там, с зулусами, если бы воевали? Наверное. Тем временем в России еще один регион запрещает публикацию видео с дронами ВСУ. Но, к счастью, даже если запретят, и даже если россияне перестанут снимать видео, у нас будут вот такие вот красивые спутниковые снимки, которые в любом случае будут появляться. Как думаете, не поздно ли запрещать? Каким образом это можно запретить, чтобы не сказать слово «война», да, ну, беспилотник летит, а что такое? В мирное время ничего плохого в этом нету, что летит в какой-то объект, он может снимать видео, фото делать. Здесь уже вот россияне задумываются, а что же делать вот с теми, кто показывает сегодня Украине, миру, особенно последствия удара по складах боеприпасов, ну и которые, конечно же, выглядят очень ярко. Как думаете, послушают россияне, смогут ли всей России запретить снимать? Я вам даже больше скажу, Анастасия, если большое скопление дронов, то из этого может произойти отличное лазерное шоу, недавно мы видели, в Китае, по-моему, проходило, неважно. Главное, что когда подрываются все эти военные базы и количество дронов, которые успешно долетают, растет, Путину хочется в ответ что-то сказать про производство своих дронов, он опять начинает врать. И вот это заявление России о контрнаступлении, каких-то прорывах, это просто пыль в глаза. Они обозначают вот теги в заголовках, чтобы как-то информационно противопоставить себя продвижению украинской армии. Для чего это делается? Ну, не знаю, забалтывать, затягивать. Здесь на удивление Путин еще не осознал, что время работает против России, что все ресурсы России истощаются, что нет никаких перспектив все это заместить. И опять была новость очередная, что Китай отказывается вести расчеты. Турция отказывается вести расчеты с российскими банками. То есть сколько угодно Путин может рассуждать, поедет он в Турцию, не поедет. Сколько угодно Путин может встречаться с Алиевым, и в интернете это будут обсуждать, что Алиев дружен с Путиным. Ну, какая разница, если Азербайджан напрямую осуществляет поставки в Украину военного оружия. Не просто средств каких-то для восстановления инфраструктуры, а я помню прекрасно, там то ли гаубицы, то ли какие-то миноискатели от Азербайджана последовали. Я уверен, что Турция играет не последнюю роль в обеспечении Азербайджана оружием. То есть все сейчас объединились против России, время работает против Путина, а он до сих пор этого не хочет осознавать. Ну, еще один такой важный момент, это то, что сегодня уже другие области готовятся к возможному вторжению, и в Белгородской области. Видим, что очень тщательно они там распиливают бюджет, они сейчас строят какие-то партификации, роют окопы. Как думаете, сможет сегодня Путин убедить каждого россиянина, что уже не повторится? И на самом деле, будут ли готовы местные власти, вместе с тем, что, конечно же, хотелось бы еще и заработать, написать какую-то бумажку, что сделал больше, или там эти окопы очень глубокие на самом деле, не очень хорошие могли бы быть. Вот как удастся и удастся ли вообще сегодня России обеспечить свои граждане? Да, сейчас по документам всю Россию окопают, конечно, мы уже это все видели, да. Значит, по поводу того, что и Белгородская, и Брянская области в опасности, это логично, потому что Путин не в состоянии ничего укреплять, удерживать. По поводу того, объяснит ли он, что повторится. Значит, такого, что было во времена Второй мировой войны, с Россией не повторится, потому что ВСУ это не вермахт, и, соответственно, приемы ведения войны тоже другие. ССовцев в Украине, чтобы там не говорили русские террористы, не замечено, поэтому сравнивать военные действия, прости господи, которые ведет Россия против Украины, это нельзя назвать военными действиями, это просто авиабомба по жилым домам, раз за раз, через день, каждый день, два дня подряд, три дня подряд. И уничтожить это можно только авиации мощные, у Украины пока что нет такой авиации. То есть вопрос исключительно в том, чтобы обеспечить Украину необходимой борьбой с нападениями русских на мирное население, а то, что в России уничтожается мирное население, ну это делают исключительно сами русские солдаты, это понятно все регулярно. Ну, что там ново-то в Белгородской области сход боеприпасов, какие фортификации, что их там укрепит, когда в подвале дома мешки с сахаром, что вы будете внизу прокладывать подвал дополнительно чем-то. Все приемы Путина уже хорошо известны с чеченских войн, уже все это понятно. И до него это все применялось. Опять же, не только Геринг догадался сжечь рейхстаг, чтобы обвинить в этом других людей. Ну, тем временем в России, мне кажется, в других регионах совсем другие проблемы. Например, в Чеченцево Кадыров накануне пожаловался на Илона Маска, мол, компания Тесла, которая принадлежит Маску, удаленно отключила главе Чечни Кадырову автомобиль, которого он еще не далеко хвастался. Он сказал, что это как-то не по-мужски, но как-то обиделся. Но здесь такое ощущение, что вот в те времена, которые России якобы тяжело, когда такие люди, как Кадыров, должны были бы говорить про отражение атаки ВСУ в Курской области или что вообще было бы очень хорошо для России, чтобы он участвовал, конечно же, и так называемое СВО. Сейчас совсем другие проблемы. Как-то он якобы отстранился. Путину позволил, так понимаю, все, сегодня можно уже списывать кадыровцев как кого? И какая их роль сегодня? Ну, я давно про это говорю, что их можно и нужно списывать. С точки зрения Минобороны России они не собираются воевать. Давайте представим, хотел чуть-чуть поразгонять эту тему с тем, что Илон Маск заблокировал Кадырову сайбертрак. Я вот представил, если бы это было правдой, получается просто как с Банхамером в чате сидит Илон Маск и тык блокирует Кадырову машину, и он все. И Кадыров там сидит, слушает радио, и тут радио бум, ваша машина заблокирована. А Кадыров просто сидел, там фоткался за турелью, слушал радио. Значит, по поводу того, для чего Кадыров бред этот несет, ну, это продолжение его троллинга, издевательств, веселья. Он привлекает к себе внимание, и очевидно, многие поугарают над этим, поймут, что Кадыров смеется или не поймут. Кадырову точно так же удобно, чтобы про него думали, что он какой-то дон-дон, и что ничего он не может, не в состоянии. Ну, во время распада России, я постоянно говорю, все убедятся, что такое кадыровцы, сколько их там десятков тысяч у Кадырова. Настоящих обученных боевиков, которые ролики снимать не будут, но и столько из захваченных госкорпораций, там, захватят Газпром, захватят Роснефть и снимут оттуда ролики из центрального офиса Сечина, может быть, оттуда. Там у них планов по захвату в России всякого очень много, уж поверьте. Так что Кадыров развлекается, просто привлекает к себе внимание без реальной помощи. Обратите внимание, приезжает к Кадырову Михалков, приезжает к Кадырову Путин, приезжает абсолютно как в другую страну в рамках такого визита, то есть, ну, нигде не встречают так Путина, нигде не встречали так Михалкова. Как будто просто приехали в соседнюю страну к дружественному какому-то вождю. Есть еще одна отрасль, с которой до сих пор, с одной стороны, якобы борется Россия, это YouTube. Известно, что операторы проводного интернета массово теряют абонентскую базу из-за замедления этой платформы, и которая в меньшей степени затронула мобильных операторов. Это создает такие вот дискриминационные условия, как пишут разные абоненты, ну и тем временем есть информация, что Кремль все же пользуется YouTube. Известно, что они распространяют ролики Путина, как сказать, и даже об этом говорил Пусков, объяснял, что мы делаем это для того, чтобы можно больше показывать работу российского президента. Наверняка он пытается работать на Запад, но все же, Путин в YouTube. Для чего? Для кого? Я думаю, это очередная отмазка, чтобы не блокировать YouTube, который угоден русским властям. Здесь слишком много агентов влияния, продвигающие темы, что это просто Путин плохое, Россия замечательная страна. Путину это тоже объяснили. Путину сказали, что для подстраховки они нужны, нельзя блокировать YouTube, тем более у нас ничего не работает. А вот в Беларуси давайте пусть все поугарают на контрасте Бацко уже давно клоун. И Пюрер сказал сделать вот этот Бел Видео, или как это? Видео Бел, я не помню, как называется точно. Там одни программы из государственных каналов. А что касается блокировки YouTube в России, то, что Путин туда выкладывает какие-то отчеты о своей деятельности. Я когда на YouTube имел канал, я заходил туда вот в ряде подписок. У меня по приколу было, по-моему, Кремлин канал называется. И вот там публиковались ролики пресс-службы президента, видимо, то, о чем говорит Песков. Но там просмотров было 300-400 штук. Не тысяч, просто штук. Если надо было накрутить просмотры, например, на новогодние обращения, они накручивали. Все. То есть говорить о том, что Путин реально на Запад или через YouTube на внутреннюю аудиторию воздействует на население, нет. Все воспринимают новости исключительно из пресс-релизов, из федеральных каналов. Хватает и этого. Уже можно просто посмотреть комментарии Соловьева, Скобеевой, Гурулева и других, чтобы понять повестку России. Потому что говорить, что вот то, что говорит Путин, это и есть повестка. Нет, это абсолютное заблуждение, слепота. То, что по федеральным каналам звучит, вот это и есть настоящая повестка. То, что втюхивают в головы десятков миллионов россиян, это и есть настоящая повестка, а не то, что соврал Путин, важно поднимая пальчик про то, что перемирие или еще там чего-то. Это неважно абсолютно, что там бредит Путин. Это типичное вот один шаг вперед, 10 шагов назад в случае с Путиным. Он там что-то сказал и уже вечером, ночью разбомбили детские дома, господи, дома, детские площадки населения мирных городов. То есть, ну это лицемерие, которое постоянно, каждый день творится. И на этом фоне обсуждать, что там придумал Путин. Вот Песков говорит, никогда Путин не говорил о военном вторжении в Украину. И по федеральным каналам тоже повторяют за Песковым. Но Путин же и не должен говорить о военном вторжении. Какая разница, если это очевидно и так? Более того, Путин сам признал, что в Крыму были русские войска, а никакие невежливые люди. Вот он не смог долго это в себе держать. Он и в ГААГе расскажет, что там вооруженные были люди, когда проводили референдумы в этих оккупированных новых территориях Украины, оккупированных, которые вслед за Крымом вписаны в преступную конституцию. Ну и еще один интересный момент. Вы вспомнили Соловьева. Как-то в России очень странно себя ведут с местным населением. Кто призывает взорвать ядерную бомбу, чтобы все почувствовали, в частности в России. То Соловьева, например, не хочет почему-то массовых взрывов пейджеров у русских террористов в Украине. В этом вы также писали в своем телеграм-канале. В чем проблема? Зачем пропаганде, зачем властям России месть своему народу? В чем здесь главная загвоздка или может идея какая-то? Перестраховываются всегда русские власти. Они уже зачистили это поле, зажгли его напалмом, все выжгли, уничтожили, но все равно не могут успокоиться. Вот они пыль там прибирают. Уже выжженная земля, ничего не может произойти, но они продолжают накачивать народ. Это делается по многим причинам. Во-первых, боятся революции, боятся восстания, но революция восстания пойдет явно не от народа, он слишком безинициативен, пойдет от вооруженных групп людей, которые сейчас опять же этот народ и нахлобучивают. Мигранты делают, что хотят, банды детей-мигрантов делают, что хотят. Делают, что хотят наши мальчики, когда возвращаются с войны. Делают, что хотят эти вагнеровцы, бандиты, силовики разного пошива, там начинает полиция и заканчивая следователями. Куча народа просто упражняет сейчас на территории России. Значит, что касается дальнейшего захвата, мигранты уже все это делают. Продолжая обсуждать тему с мобилизацией в России, есть еще огромный важный фактор. Если Путин объявляет мобилизацию, экономическое и без того плачевное состояние России просто крошится и рушится. Потому что и так кастрофическая нехватка рабочих рук, и так уже по всем направлениям в разных сферах важных, типа медицины или образования, сидят люди, которые не представляют, что это такое, ничего кроме ненависти вдолбить детям не могут, это тоже обязательно будет иметь долгоиграющие последствия. То есть для социальных проблем, социальных взрывов, отсутствия образования, медицины, социалки, вообще заботы о населении, естественно, откликнется тем, что это население будет ожесточенно. Оно выплескивает ненависть везде. На автобусных остановках, в семьях, в этих убежищах, где бомжи ходят справить нужду. У людей нет какого-то сплочения, они плевали на Курскую область, разрозненность, раздробленность. То есть полная деморализация, полный упадок. Это, конечно, хорошо. Это говорит о том, что у России, опять же, заканчиваются ресурсы человеческие и мотивационные, назовем так. Да, мотивации мало, особенно когда сегодня Россия еще предлагает забирать бюджет до 40% от стоимости уходящих из России компаний. Что происходит сегодня в России? Вот нам можно понимать, наверное, скорее всего, Москву, которая чувствует или не чувствует эту войну. Если смотреть там в соцсети, как живут люди, вроде все хорошо. Дроны летают не так часто, да, были прецеденты, да, одна женщина в Московской области погибла, но не думаю, что об этом рассказали где-то по телевизору и вообще про это кто-нибудь знает. Все же, если говорить про тех людей, вот ту молодежь, которая еще остается, те мозги, которые в России, мы знаем, что много уже утекло, но есть и часть, которая осталась. Что их держит? Можно ли сказать, что еще год и Россия, российские власти делают все, чтобы эти люди также уехали? Ну, так, конечно, да, они сделают все, чтобы никаких перспектив, никакой думающей молодежи, мозгов, Анастасия, как вы говорите, применить на красе, но это очень спорно. То есть мозги уже уехали давным-давно. Думающие люди гораздо раньше меня начали уезжать из России. То есть вообще никаких. Я себя в этом плане не считаю умным, что я в 17-м году свалил, надо было гораздо раньше уезжать. И уж точно не могу там похвастаться тем, что со мной произошел уход мозгов. Нет, люди, которые уезжали после начала полномасштабного вторжения, они чисто за свою шкуру, они не думали о перспективах развития в России. Вот непосредственно пригрела, непосредственно проблема, которую они не могут решить. Они же привыкли в России все решать какими-то деньгами, обходами, хитростями, изворотками, уловками. По-другому в России невозможно ничего добиться. Лучшая иллюстрация – это правительство, Госдума, шоу-бизнес. Кто там сейчас может пробиться? Только ультра-нацист-шаман, который откровенно просто косплеит нацизм, и его поддерживает огромное количество людей. Ну вот он действительно звезда из последнего времени. Если там читать какие-нибудь заголовки. Я люблю читать желтуху русскую, чтобы ориентироваться. И вот там всплывает, как Алла Пугачева отвергла шамана. Что-то она сказала, что у нее перспективы большие. Но в каком-то шоу Аллы Пугачева он не прошел. Вот так они выстраивают, что на долгосрочной перспективе шаман – это наша молодость, наша поддержка молодежи. Шамана Мизулина. Вот она работа с молодежью. Естественно, у России нет никаких перспектив по тому, чтобы создать новые поколения думающие. Россия просто хочет загадить. Вот как она гадит минами в Украине в три уровня, чтобы сделать непригодными города Украины, их надо будет разминировать. Черт знает сколько об этом, что к ленивый эксперт не сказал. Так и с воспитанием детей, с количеством мигрантов. Все это глубинные бомбы, которые взорвутся обязательно в какой-нибудь момент. Они и так постоянно взрываются, создавая иллюстрацию нормальности того, что так и должно быть, что там, допустим, межнациональные конфликты в России. Это бытовые конфликты, постоянно врут так. Хотя страна раздираема межнациональными рознями. Ну и про то, чего боится Путин сегодня. Буквально несколько дней назад Зеленский сказал, что Путин боится апохитической злости своего народа. Но здесь уже очень много вопросов. А боится ли, если брать весь народ России, опять же, это касается только каких-то отдельных регионов, столицы России или все же всей России. Что сегодня больше всего может злить россиян, чего боится Путин, тем более, что мы в преддверии зимы. Если вспоминать разные информации в СМИ, что якобы Путин был готов не бить по инфраструктуре Украины, потому что понимал, что удары могут быть такие же в ответ. А Россия, как мы видели еще по прошлому году, она катастрофически не готова к зиме. Люди мерзли. Мы помним, не многие, но были митинги, протесты людей, выходили, записывали видеообращения к Путину. Чего боится? Боится ли Путин этой зимы, скажем так? Давайте по порядку. Сначала заявление Зеленского, что Путин единственное, чего боится, это гнева народа. Я сразу вспомнил анекдот про макаку, которая била по луже тапкам, вот это Путин, и подошла к макаке какое-то другое животное и спрашивает, а что ты делаешь? Я, говорит, крокодилов распугиваю. Так их здесь нет. Ну вот, распугала. Вот это гнев от народа к Путину, которого нет в принципе. Он отсутствует, не существует. Народ раболепен, народ видит в нем вождя. Народ и создал этого Путина. Но да, при этом Зеленский прав. Путин единственное, чего боится, это гнева своего народа. Именно для этого он столько лет воспитывал в народе образцово-показательных и опасных. Но не были в 90-х такими люди. Не были. Абсолютно точно. Все были дерзкие, все готовы были сказать, противодействовать. Не было еще задавлено, загажено. А сейчас Путин сделал из народа то, чего хотел народ, чтобы из него сделали. Я всегда говорю, каетесь, раскаивайтесь, жители России. Но после того, как они сделали своим именем Сталина, можно ли всерьез обращаться к ним с требованиями раскаяться? Нет. Невозможно поймать на том, что они виновны. Они всегда ни при чем. Они всегда образцово-показательные молодцы. Дают ответ странам Запада. НАТО воюет с Россией. И многое-многое другое. Всяких сказочек себе понасоздавали, знаете, как в сейфе уровня защиты. Вот у них одна сказка отлетела, вторая сказка, третья. И вот эти вот сказки бесконечные. И многие украинцы в чат-рулетках, я думаю, теряют надежду достучаться через эти дверцы сейфа. Потому что добиться искренности, дойти до какого-то понимания невозможно. А если и довести вот такого русского до понимания, то он опять пойдет после разговора с адекватным человеком жрать свою пропаганду. Либо в интернете, либо по русскому ТВ. И наберется. Опять вот нарастит себе этих дверей бессмысленных, которые не дают взглянуть на реальность. Но Россия просто закупорилась в своих иллюзиях. Это устраивает. И Путина, как мы видим, он бегает от реальности. И население России. Никто там тоже в ус не дует. Что там в Курской области? Что там в Белгородской области? Да господи, какая нахрен разница? Вот у нас якобы все хорошо. У нас якобы войны нет. Да то, что делают в УСУ в Курской области, даже не сравнится с тем для населения России, что делают бандиты под Москвобадом. Или банды детей-мигрантов в Расчлененграде. Да где угодно, господи. Чего все смотрят? Ах, какие разрушения от ВСУ. Никаких вам разрушений от ВСУ нет. Пусть Минобороны считают военные склады, аэродромы. Это да, но вам-то никаких от этого. И опять объясняю, не хочу ничего объяснять. Ну и про красные линии, которые точно не хочет объяснять Путин. Коричневые. Никто не знает, что это за линии, где они, но что интересно, по тех линиях говорят на высших уровнях в Европе, чиновники, в НАТО. Ну, во-первых, генсек НАТО назвал фейком красной линии Путина, потому что уже мы очень часто слышали про них, но непонятно, где они и что. А Путин, пишут аналитики, сам запутывается в своих собственных красных линиях. Ну и большинство, все-таки эксперты приходят к тому, что это все блефт. Как думаете? Насколько Путин сам понимает про свои красные линии, он не очень часто это слово вообще говорил в своих выступлениях, но как-то один-два раза оно проскакивало, что, мол, смотрите, у нас там красные линии. Где они? Анастасия, не так делается. Путин сначала что-то говорит, проталкивает какие-то тезисы. Например, они просто сдохнут, а мы попадем в рай. И смотрит, а как это, осядет? И вот пропаганда начинает продвигать эти тезисы, и многие из них осели в сознании народа, вот так называемые путинские афоризмы. К сожалению, в России это работает. То, что Путин ничего не говорил про красные линии, совершенно не означает, что он в 18-м году провел эти красные линии, еще когда термина такого не было по отношению к Путину. Он сказал, мы будем бить ядерным оружием. Зачем нам такая планета, такая земля, где не будет России, и многое-многое другое. То есть, естественно, это и были красные линии. Закрывать на это глаза не стоит. И я, конечно же, расстроен, что так поздно начали страны Запада реагировать ярко и адекватно на ядерный шантаж Путина. Уже что из США, что из Британии, что, по-моему, еще из одной страны НАТО, по-моему, у Литва, звучали ответы на ядерный шантаж, что если Россия применит ядерное оружие, то тут же будут уничтожены все военные базы на территории России. То есть, вот это священный трепет перед поднятым пальчиком над ядерной кнопкой, он отсутствует уже. Уже объясняют людям, что такое ядерная война, что такое русская армия, в каком качестве, в каком состоянии находится это ядерное оружие, а что там со складами, а видно ли, как перемещаются. И постоянно нам рассказывают, британская, норвежская, турецкие, украинские разведки обеспечивают контроль. И, конечно, когда мы видим, куда перемещаются эти солдаты русские, в какой склад их взрывает дрон, и тот только сегодня свежий ролик посмотрел замечательный, мы можем понять, что и ядерное оружие, если будет перемещаться, если оно будет начинаться использоваться и прочее, прочее, это тоже все будет известно. Я не считаю, что это какая-то, знаете, суперкозырная скрытая карта, которую Путин держит. Со времен Советского Союза, после Холодной войны, американцы приложили просто максимум усилий, чтобы узнать все про склады ядерного оружия в России, подлодки. Я уверен, коррупционная составляющая в русских силовых структурах позволила властям США получить все эти данные. Вот ни на секунду не сомневаюсь. Уж для начала они вот этим себя озаботили, а потом уже начали обсуждать смену полов и прочее. Вот мне кажется так. Что ж, благодарю вас, Дмитрий, что вместе с нами также разбираете все главные новости, что происходит также в России. Будем дальше наблюдать, и, конечно же, в контексте, как это все повлияется на нас, на украинцев. Это самое главное. Конечно, не хотелось бы вообще в ближайшем будущем разговаривать и вспоминать фамилию Путина. Будем очень на это надеяться. Благодарю вас, Дмитрий. Вам хорошего дня, ну и, конечно же, до вас и для новых встреч. Спасибо, Анастасия. Хорошего дня. Дякую вам, друзья. Камикад Задій був з нами. Это російський блогер. Закликаю ставить подписку на фабрику новин. Також заходьте, до речи, на программу канала Камикад Задій. Там, конечно, все много цикавого також для себя бы знайдете. Восково вподобайку цьому випуску. Ну и чекаем вас в обороне в документах. Субтитры подогнал «Симон»